Международная выстава авторской ляльки проходит в музее сучасного мастерства. Полторы тысячи экспонатов, сиродых и живописной работы, а так само ляльки, створены в разных техниках. У Межих выставы прошел конкурс сирот авторов за СНД «Краин ближнего и далеких замежа». Сокреты ляльчного мастерства в материале Ларису Гулякевич. Кожная работа штучная, уникальная скульптура о линии с бронзой и глины. Материалы больше сучасные – от пластику, текстилю, фарфору и древа до фимо, ладолу и дарвироку. Соправдные творы мастерства створены лепшими мастерами из усяго СНД – Италии, Германии, Бельгии и Краин Балты. Особую цикавость представляет проект «Хистория моды». Мода первых 50-х годов минулого ста годзе. Свои особливые мини-манекены. Кожный автор с 16-ти Краин Свету имкнулся передать свое бачене костюму тих часов. Капиалюши, сумочки, форма абцасов, навод прически с макияжем – зроблены сгодно канону тих часов. Белорусский автор Валентина Кузьмич выбрала для экспозиции и конкурсу, який проходил у межах международной выставы, в образ актрисы Одри Хёбберн с мюзикла «Моя чаровная леди». Над кожным нюансом костюма она працавала деталево. «Мне более близко мода 50-х годов, когда у нас появились шпильки, красная помада, красивые прически, узкие талии и пышные ёбки. Смотрела журналы мод, постаралась найти историю моды прошлого века и посмотреть нюансы, чем отличался 2010 год, 2020 год, 2030, почему, как мода развивалась. И самое интересное, что заметила, что то, что мы носим сейчас, это как раз оттуда. Просто называется, никогда не бывает, ничего забудь, всё возвращается. И то, что вот сейчас, например, каблуки, это каблуки 30-х, 40-х годов, которые мы носим шпильки, это перешло, наверное, с 50-х. Зимовый цаточный баль объеднал больше за 400-й аутарские ляльки, а так само картины российского мастака Петра Фролова, який увоходится у десятку лепших иллюстраторов свету. Тут же медведеняты – казачные герои по мерам от некольких сантиметров до полметра. Материалы от сучасных синтетичных до натурального винтажного плюшу. С мастерами разговаривал, вот, а как, где, ну, плюшыш, где вы его найдёте? Раньше это было абсолютно, вот они ищут старую мебель плюшевую. Это действительно подвижники своего искусства, потому что рассказывали такие невероятные истории, когда вот они с чемоданами ищут те места, где вот старые бабули, например, там меняют мебель, ну и натурально появляются на этих барахолках плюшевые диваны, из которых можно делать настоящий вываренный плюш, от которого, ну, вот, действительно включается вся эта тактильная память, и вспоминаешь детство. Аутарская лялька – особный вид мастацтва, який склался у апошни 15 годов, як синтез живопису, скульптуры и дизайну костюма. Сённях это не просто цацкие, як было у минулым 100 годзе. Аксессуар у интерьеры – винтажная скульптура. Навод склались ляльчные семьи, такие, як блайзы с великими вачима, статычные, рухомые, будуарные и шарнирные. Калекожная частка тела рухается особно. Трапить указочный ляльчный свет у музея сучасного мастацтва на проспекте Незалежности можно до 3-го лютого. Лариса Гулякевич дзянь изгатила агентства Телиновин.